К 100-летнему юбилею школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова в стенах этого общеобразовательного заведения состоялась презентация книги под названием «Друзья, прекрасен наш союз». Авторами книги выступили ветераны, выпускники и учителя, администрация школы. Творческий коллектив очень долго работал над названием книги и решили обратиться за помощью к классику Александру Сергеевичу Пушкину и позволили себе немного его перефразировать. Автором названия книги выступила Ольга Ершова, учителя русского языка и литературы школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова. Сегодня на школе впервые мероприятие под названием «Презентация книги». У нас в руках коллективный труд. Данная книга – это первая попытка изложить на бумаге богатую историю 13-й. При ее написании авторы использовали разнообразные источники – архивы школьных приказов, официальные документы, фотографии, статьи газеты «Буйская правда» и «Северный путь» разных лет, экспонаты школьного музея, воспоминания и рассказы очевидцев. Хочется, конечно, выразить слова огромной благодарности всему творческому коллективу. Хотя, хочу заметить, представителей творческого коллектива, кто непосредственно участвовал в написании книги, мы видели. Но я так думаю, что творческим коллективом являются все работники школы, все обучающиеся и все выпускники данной школы, начиная с 2017 года. Огромную работу проделала учреждение, и Надежда Анатольевна, вам особая благодарность, потому что я считаю, что эта книга является великим делом, великая книга не только ценной для школы, но и для всего города. А город у нас железнодорожный, поэтому здесь судьбы многих описаны. Огромное вам за это спасибо. И школа всегда богата своими традициями, и эти традиции только надо приумножать, развивать и описывать вот в таких произведениях. Я думаю, что это только начало, будет полное собрание. Всех авторов объединяет любовь к родной школе. Искреннее желание рассказать бывшим, сегодняшним и завтрашним школьникам о наиболее важных событиях многолетней истории. Сохранить преемственность поколений, чтобы не оборвалась нить времен. Книга получилась большой и состоит из 11 глав, а также вступления и послесловия. И, конечно, в ней, как положено, есть школьный фотоальбом с фотографиями выпусков разных лет. От всего сердца, от коллектива редакции газеты «Гуйская правда» благодарю за то, что вы в своей книге упоминаете не только «Гуйскую правду», но и «Гуйский ударный». Вот мы посмотрели фильм, очень интересно. Но когда вышла книга, когда вот этот запах непоградской краски, спасибо вам, вашему коллективу и всем, кто поспособствовал изданию этой книги. Спасибо. Учителя русского языка и литературы, занимающиеся правкой текстов. Надежда Лебедева и Ольга Ершова. Лариса Смирнова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, автор текстов. Ольга Александрова, заместитель директора по воспитательной работе, автор текстов. Валентина Гусева, ветеран педагогического труда, автор текстов. Вера Торопова, ветеран педагогического труда. Виктор Грязев, ветеран труда и фотограф. И Ольга Румянцева, выпускница 83-го года, фотограф. На презентации книги присутствовало много почетных гостей. Учителя, работавшие в школе в разные годы. Это Татьяна Николаевна Титова, Ирина Валерьевна Федорова, Рудольф Александрович Тюринов, Нелли Николаевна Маланова, Валентина Николаевна Гусева и другие. А также представители школьных династий, семья Бельковых и семья Сизовых. Всем гостям были вручены экземпляры книги «Друзья. Прекрасен наш союз». Я просто шла и думала, что же я сегодня услышу на этой презентации. Я же книгу-то не читала. Как это вы говорите об этой книге? Вот началось мероприятие, вышли дети из песни. На протяжении всей песни они повторяли эти слова «Наша школа самая лучшая», «Наша школа самая любимая». Это действительно так. Дети принесли эти слова. И сегодняшняя презентация этой книги доказала, да, школа лучшая, школа любимая. И вы настолько, вот я что-нибудь слушаю, какую же колоссальную работу они проделали, чтобы вот так, вот так убедительно сказать нам и убедить нас в том, что эта школа действительно лучшая, любимая. А у меня-то она, ну, что столько лет я общалась, пусть не училась, но общалась в зданиях этой школы и видела, что да, ну, это действительно прекрасный коллектив школы. Спасибо вам большое. Вот я полагаю, что, ну, сразу себе, то есть отметила, что эта книга будет нужна всем последующим поколениям, которые работают в здании этой школы. В этот день в стенах школы собралось много народа. Всем хотелось поделиться впечатлениями и вспомнить чудесные школьные годы. Для собравшихся хор учеников исполнил песню. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Гости подпевали, и уже никто не мог скрыть своих эмоций. Ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо, пронзитую быть. Вы знаете, что я очень эмоциональный человек, всегда переживаю на таких мероприятиях. Но спасибо вам большое. Добили песни, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но самое главное воспитание детей – это их эмоциональное развитие. Я давно не была на ваших мероприятиях и увидела классных, вот я не побоюсь этого слова, я думаю, что все, кто здесь собрался, поймут, что я имею в виду породистых выпускников, таких же от мала до велика учеников, которые не стесняются присутствия разной личности, и аудитории будут также представлять лично себя в жизни, в карьере и вообще творить, мне кажется, очень хорошие дела. Потому что за их спиной стоит тренажка, стоят все выпускники со своими династиями, с семьями и так далее. Вот когда получилась такая вещь, как семейная династия, мне кажется, вот эта сплоченность «Тринадцатая» стала очень значимой. И очень здорово, что теперь вышла книга, которую действительно можно полистать, против себя эмоциональную деятельность и совершить, если это будет необходимо. И я думаю, что, наверное, такая книга должна быть не одна, уважаемые создатели. Сегодняшняя книга – это треть того материала, который был собран для публикации. Была проведена попытка сделать обзор лучших достижений педагогического и ученического коллектива, насколько это было возможно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!